МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск деловых новостей открывает цифра дня. 4 700 выборных кампаний завершились в России 9 сентября. Единый день голосования охватил практически всю страну. Выборы проходили 80 из 85 регионов. И на этот раз отличились низкой явкой. Сегодня в выпуске. Самые бережливые регионы, где в России эталонная налоговая политика. Не хватает на крем. Кондитеры переживают дефицит сухого молока. И судьба миллионера. Богатейший китаец хочет уйти с работы, а компания его не отпускает. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Правительственная комиссия утвердила доходы и расходы бюджета на 2019-2021 годы. В материалах уже учли решения по повышению пенсионного возраста и НДС, а также расходы по национальным проектам. Параметры выглядят следующим образом. В 2019 году доходы составят 19, расходы 18 триллионов рублей. Через год эти показатели увеличатся примерно на триллион. Расходы 2021 года по прогнозу составят 20, доходы почти 21 триллион рублей. Из российских магазинов исчезнет поваренная соль. Росстандарт принял решение изменить ГОСТ и обяжет производителей исключать из названия продукта слово «поваренная». Отныне это будет просто соль пищевая. Инициаторы полагают, что принятое сейчас название «поваренная соль», которое применяется для всех видов соли в России, является не совсем корректным, поскольку не характеризует продукты и искажает смысл названия. Для потребителя в конечном итоге соль останется солью с прежней ценой. Аналитики назвали самые бережливые регионы России. Авторы рейтинга использовали семь параметров оценки. Это в том числе развитость патентной системы налогообложения, применение патентов для мигрантов, ставка транспортного налога и налоговая задолженность резидентов субъекта. В результате по сумме баллов определили регионы-лидеры с точки зрения налоговой политики. Лидером рейтинга стала Москва. 196 баллов, чуть меньше у Ханты-Мансийска – 184. В тройке лидеров Башкирия, это, кстати, неожиданно, потому что регион дотационный, Новосибирская область тоже вошла в пятерку – 169 баллов. В аутсайдерах Астрахань, Смоленск и Северная Осетия. К другим темам. Российские кондитеры пожаловались на дефицит сухого молока. Представители Ассоциации предприятий кондитерской промышленности отправили в правительство письмо. В нем говорят о проблемах отрасли. Все дело в запрете поставок на территорию России белорусского сухого молока. Сырья не хватает. Сухое молоко местного производства обеспечивает только половину потребности российских кондитеров. О том, что запрет вызовет проблемы, предупреждали заранее. Однако он все же вступил в силу, и теперь производители просят принять меры. Первый вице-премьер министр финансов России Антон Силуанов назвал рубль недооцененным и объяснил, с чем это связано. По его словам, системные иностранные инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков, и это сказывается на курсе рубля. При этом вице-премьер подчеркнул, что такая волатильность не должна продолжаться долго. В целом, мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Связано это с двумя факторами. Как раз с ожиданием вот этой второй волны санкционного давления. С другой стороны, с нестабильностью на рынках стран с развивающимися экономиками. И напоследок. Самый богатый китаец останется без работы. Джек Ма готовится оставить пост главы компании Алибаба и посвятит остаток жизни благотворительности и преподаванию. Собственно, именно педагогом он и был до основания компании, в состав которой входит, например, известный россиянам Алиэкспресс. Правда, сразу после заявления Джека Ма компания опровергла его уход. А на этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин